друзья всем привет сегодня у нас очередная серия про мой ремонт в убитой однушке мы продолжаем бегать по магазинам и собирать мою кухню столкнулись с такой проблемой что все хорошие дешевые мойки в крупных магазинах просто отсутствуют то есть они как бы есть можно купить за дешево но по факту их как бы нет на наличие ловить ловить надо наличие по магазинам просто смотреть понравилась мойка открываешь сразу наличие магазинах проверяешь ездить забираешь ездить так уже второй магазин вот это вот аби и в леруа так ой в каком леруа и в икее вчера тоже мы не смогли купить самую дешевую мойку просто потому что ее нет по икее ходит ковид контроль человек с маской смысле с надписью ковид контроль со спущенной на подбородок маской у нас сегодня был прекрасный день в общепите сначала мы пять минут стояли около крошки картошки в которой так не появился человек смотрите что у меня в кадре есть а потом мы пошли в готовую еду в ашане и и они сказали что них нет вилок поэтому мне пришлось есть котлеты ложкой котлеты и капустный салат ложкой вот это вот 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 блины как показать то вот это вот в кадре она меня смущает она еще шевелится она живое лежишь такой ничего вообще не подозреваешь и положишься как и задумался и начинаешь читать в предыдущей серии про мой ремонт я обещала вам ответить на все ваши вопросы которые вы зададите в комментариях но по сути вопрос там был только один кстати если вы не видели эту серию обязательно посмотрите ее пройдя по ссылке сверху так вот вопрос внимание вопрос меня спросили почему же все сейчас ставят такие непрактичные варочные панели вместо того чтобы поставить обычную нормальную плиту с духовкой я вот что хочу сказать в условиях маленькой кухни хочется больше свободных поверхностей ящиков для хранения и духовка она большая громоздкая и вообще не факт что и будут пользоваться я просто подумала что в однушке вряд ли будет жить такая семья там с детьми и там будет какая-то хозяюшка которая там будет с утра до вечера готовить я думаю что там будет жить человек который будет с утра до вечера пропадать просто на работе и приходить заказывать готовую еду разогревать ее в микроволновке и готовить в принципе не будет но мне так кажется если захочет он просто купит мультиварку но при этом у него будет дополнительный шкаф я вот как-то так вижу этот вопрос сегодня привезли посудомойку совита вроде бы хорошая а еще я купила раковину в интернете и почему-то забрала ее не глядя сейчас будем ее вскрывать и смотреть вообще то ли я купила посудомойка не вроде бы хорошая а топовая это больше с теплообменником 60 сантиметров она не встраиваемая отдельно стоящая но при этом она реальности плавение кто не знает что такое посудомойки теплообменником очень рекомендую посмотреть они хороши тем что во первых они экономят электричество за счет нагрева воды за счет теплообмена каждый цикл полоскания вот эти все там обмывания и в них посуда сохраняется меньше подвержены термическим шоком из-за этого она не лопается и в ней не появляются микротрещины и посуда если новую купить и пользоваться ей с этой посудомойка она прослужит дольше чем с любой другой посудомойка человек хотел 6000 в результате мы купили и за 5 и вот такая аквина которую я увидела в обе ее там не было я нашла ее в интернете и еще дешевле так что фотографируем ценники и ищем в других местах под шорох пакета я все это рассказала чего не скажешь живая получается что в обе такая стоила сколько 3000 она стоила а я купила за 2 700 правда 300 рублей еще была доставка но она по крайней мере была в наличии самый прикол вот это вот покажи цвет цвет столешница естественно что один-в-один очень просто как родная поставить я рада за за стиралка из вытяжкой за варочной плитой до варочной плитой говорю ладно об этом потом через несколько дней после того как мне привезли раковину мне позвонила служба контроля качества этого магазина спросили они все ли мне понравилось я сказал что в принципе мне все понравилось после чего они предложили написать мне отзыв на яндекс маркете об их магазине после чего в качестве благодарности они начислят мне 200 рублей на телефон я сказал о круто я сэкономлю еще 200 рублей на этой раковине оставил отзыв но бонус мне так и не начислили прошел уже месяц с тех пор магазин тех пор называется так что товарищи не ведитесь если вам тоже будут предлагать бонусы технику все было решено покупать на авито бушную собственно так и получилось за 5000 мы купили отличную посудомоечную машину еще где-то 300 рублей мне обошлась химия чтобы ее почистить полностью за 4000 мы купили стиральную машину тоже неплохую там тоже понадобилась химия чтобы привести его божеский вид но об этом я расскажу в следующем ролике по ходу дела мы заходили в качестве экскурсии в магазины техники всякие ильдорадо техносила я просто смотрела цены просто чтобы понимать потому что ну вдруг например какую-нибудь можно дешманскую стиралку купить самую самую вообще простецкую но по крайней мере она будет новой я смогу сказать что техника у нас новая стоит ну вот как вы можете наблюдать самая дешевая стиральная машинка по какой-то супер скидки стоила 16 тысяч рублей я решила что это не вариант и купила на авито из нового по ходу дела у нас будет только кондиционер да и то только потому что ваня у нас имеет отношение кондиционером и возможно будет у нас возможность что-то тоже подешевле взять также получилось чисто случайно вот это вот не практичная варочная панель и вытяжка на кухню тоже получились новые конечно сейчас я уже понимаю что можно было взять получше качеством функциями своими но бы ушную ну вот решили новую там тоже были танцы с бубнами обзванивали авито магазины авито работать никто не хочет доставлять никто не хочет перемещается склада в магазин никто не хочет вот эти магазины которые мы нашли подешевле они были от нас абсолютно на противоположном конце москвы и когда нам сказали что с трех часов можно забрать а потом нам на следующий день когда я утром позвонила подтвердить заказ мне сказали что нет только в шесть вечера привезут ну то есть вообще не вариант я плюнула и в общем плюнула и плюнула а потом как я уже говорила кстати другом своем канале в одном из роликов вы знаете что у меня есть другой канал если не знаете можете вот по ссылочке сверху пройти на него и посмотреть я говорила о том что настали времена когда озон магазин озон нас всех всех избаловал и сейчас чтобы мне не понадобилось я туда лезу ищу и там всегда находится что-то по какой-нибудь мега скидки по черной пятнице и в общем мне удается купить то что мне надо в результате вытяжку новую и варочную панель я заказала на зоне нее прям привезли домой практически ну к дому в пункт вытачи он находится у меня в соседнем подъезде можно сказать так что вот техника тоже новая вышла распаковка отлично нержавейка такие деньги это просто да отлично нержавеечка я переживал что она будет крашена под нержавейку бывает просто покрывается юбристой эмалина так а тут у нас что монтажные инструкции видео что-то 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 и переходничок газовый поворотный уплотнительное колечко опять форсунька еще падает если использовать ее с баллонным газом вытяжка 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 доставай скорее на нее посмотрим бревно а разница в цене можно было ей сквоза полторы тысячи купить а это купили новую за не три с половиной разница в чем вот смотрите вот крыльчатка вентилятор вытяжки вот сюда соответственно ставится адаптер где этот адаптер непонятно комплекте я пока не наблюдаю вот сюда должен короче ставится адаптер и пошла труба вытяжку в идее в икейские вытяжки вы ничего сделано у него вот здесь вот две огромные улики то есть понимаете вот это одна улитка либо две две улики в два раза больше чем вот это конечно и киевской будет лучше чем если снять жирового ловителя так называемый здесь вот открывается такой прекрасный вид этот штук лежала внутри собственно это и есть с обратным клапаном закрывается обратный клапан и сюда надевается труба сейчас поставим как шумит да никак не работает она но как бы ничего вот на этом месте я пожалуй буду закругляться и так уже видео получилось достаточно длинным к сожалению все что я вам обещала в спойлерах в этот ролик не вошло частично войдет в следующий ролик ну потому что реально уже этот длинный получился и в следующем ролике я уже наверное подведу итог предварительной стоимости кухни кстати говоря я когда считала кухню я абсолютно забыла посчитать фурнитуру то есть мне еще набор ручек понадобилось купить в икея есть замечательные ручки комплект из двух штук 200 рублей вот мне нужно было восемь ручек соответственно четыре комплекта по 200 рублей мне пришлось купить вот это тоже надо будет прибавить к стоимости кухни но общий итог я посчитаю в следующем видео и подпишитесь если не хотите пропустить этот ролик не забудьте поставить лайк дизлайк если вы рассчитывали увидеть что-то из спойлеров они увидели обязательно поставьте дизлайк обязательно напишите злобный комментарий ну и всем спасибо за просмотр всем пока спасибо